О безопасности проведения предстоящих выборов в Госдуму сегодня шла речь на заседании антитеррористической комиссии Волжского под руководством главы города. На территории муниципалитета подготовлены 103 избирательных участка. В день голосования здесь будут дежурить сотрудники полиции. На некоторых участках установлены видеокамеры. Кроме того, в Волжске поступили специальные сканеры. Машины сами будут считывать информацию с заполненных бюллетеней. Журналистам показали, что представляет из себя комплекс обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КОИП. Обо всех проводимых операциях аппарат оповещает голосовым сопровождением. Например, проверяется, как реагирует машина на бюллетень неустановленной формы. Вы видите, что печать участковой комиссии отсутствует. На замятие... Бюллетень неустановленной формы. То есть он ему просто... Печать отсутствует. Просто не принимает. Такая подробная информация только в тестовом режиме работы КОИП. В день голосования, когда избиратели придут на участки, машина будет общаться кратко и вежливо, и даже говорить спасибо после каждого принятого бюллетеня. Такие современные комплексы будут установлены на 16 избирательных участках Волжского. На 10 участках из числа тех, на которых установлен КОИП, будут установлены видеокамеры и процесс голосования и подсчет голосов будет ввестись в режиме онлайн. С сайта икво.ру, с сайта областной избирательной комиссии можно будет понаблюдать за работой этих машин. Все, кто привык голосовать по старинке, смогут воспользоваться традиционными урнами. Они будут соседствовать с новыми машинами. Кстати, такими оптическими сканерами избирательные участки Волжского планируется переосносить к 2015 году. Это упростит работу избиркомов, сократит время по счету голосов и полностью исключит человеческий фактор. Продолжение следует...